Безопасность граждан, свобода бизнеса. Так звучит главный девиз Всероссийского форума контрольных органов. И эти тезисы, по сути, две стороны одной медали. Понятно, что время сейчас непростое, поддержка бизнесу нужна как никогда. В стране уже введен мораторий на комплексной проверке, но просто взять и отменить весь контроль и надзор, конечно же, невозможно. Безопасность товаров и услуг в приоритете, и необходимо все-таки искать тонкий баланс соблюдения паритета. Об этом в том числе говорил Павел Малков на пленарном заседании форума. В Рязанской области этот баланс соблюден четко. Жалоб на действия контролеров здесь сейчас нет. Еще и потому, что решение федерального правительства автоматически продлить сроки действия лицензии в регионе восприняли с оптимизмом. Например, на всех распространен мораторий на проверки. Крупный, малый бизнес, IT-компания. Все эти требования в Рязанской области соблюдаются очень жестко. Жалоб на действия контролеров у нас сейчас не поступает вообще. Что касается разрешительной действенности, тоже считаем здесь очень важным решение правительства про автоматическое продление сроков действия лицензии, других документов, их упрощенное получение, переоформление. Вот эта мера затронула у нас уже больше 120 видов разрешений, в том числе сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля, услуги, связи и многое другое. Благодаря этому у нас в регионе продлены порядка 500 разрешений лицензий уже сейчас. Но мы посчитали, вот в обороте в бизнесе осталось около 20 миллионов рублей только за счет вот этой меры. Хотя вот не только экономия под прямым финансовым затратом на полученные лицензии, но это еще экономия времени и многих других ресурсов на переоформление. И сокращение тех самых транзакционных издержек, то самое повышение эффективности скрытой, которая у нас есть. На форум в Рязани собралось более 400 представителей законодательной и исполнительной власти, экспертного бизнес-сообщества из 68 регионов России. И практически все они сегодня поддерживают реформу контрольно-надзорной деятельности, первый этап которой Минэкономразвитие запустило еще в 2020-м. Все мы вместе сформулировали целый пакет предложений о том, как дальше повысить эффективность работы контролеров, с тем, чтобы обязательные требования в нашей стране выполнялись, чтобы деятельность предпринимателей была безопасной, но при этом, чтобы мы, как государство, создавали для них как можно меньше проблем. Это не просто контрольно-надзорная деятельность, да? Это широкий спектр изменения новых подходов к государственному управлению, в той ситуации, в которой мы сегодня. Нам нужен технологический прорыв, нам нужна реальная поддержка, она же действительно реальная поддержка бизнесу. Собрать лучшие практики повышения эффективности контроля и внедрить их в регионы – одна из задач второго этапа реформы. Ну и, конечно, вопросы, что называется, смест, тоже имеют значение. Законодательство – это живой механизм, который должен совершенствоваться, и мы не можем принимать федеральные законы, не слыша мнения сместа. Конечно, за два дня обсудили все необходимые аспекты, которые необходимо учесть, в том числе в рамках второго этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. Уже выработав те решения, которые будут поддержаны на земле, мы уже в этом направлении будем принимать необходимые поправки, рассматривать их в Государственной Думе. Первый этап реформы завершен и признан успешным, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Решение сократить плановые проверки компаний, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, это только подтверждает.